Да. Да. Какая соском я. Да. Вот. И в итоге у меня все было нормально, а потом я решил, что я сижу на месте, я хочу идти дальше. Вот я пошел. Вот я сейчас иду, сказать, что я куда-то ушел. То есть с одной стороны, когда я играл в World of Warcraft, я не мог позволить себе купить все эти шкафы, два велосипеда, компьютер там. Хули, нужны что ли? А? Нужны что ли, говорю? Что? Шкафы. Что шкаф? Ничего, все, проехали. Потому что шкафы что-то не нужны, типа? Ну, у нас даже вещи хранят. Бонапан на полусты. Ну, я вот тоже это огромный выбор, то есть тяжелый выбор между потребительством чертовым, которым я сейчас упиваюсь просто этим дерьмом. и созиданием. Мы сейчас стараемся что-то созидать, как кажется. Ну, три минуты уже есть, на самом деле, мы ее можем выкладывать. Выбор. Проблема выбора. Вот я купил шкаф. Обижает ваш смех. Ну ладно тебе. Мы шутим. Мы же должны как-то это разбавлять. Да, а то мы сейчас все расплачемся. Да. Да, я вообще что-то долго втираю. На самом деле, суть-то простая, что ты всегда выбираешь идешь дальше или остаешься здесь. И важно решить, когда же ты остаешься здесь. То есть в 19 я был уверен, что World of Warcraft, что я всю жизнь буду в это играть. Мне нравится. Какого кера я должен это бросать? Мне же нравится. То есть, вот сейчас, например, мне нравится секс. Почему я должен переставать заниматься сексом? Ну что? Вот именно. Почему? Никто не сможет мне объяснить, почему я должен. Что это? А, нет. Некоторые объясняют, что типа сексуальная энергия расходуется. Не сексуальная, а вот это вот. Ци. Нет, цинь. Цинь. Цинь расходуется. Цинь. 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 Не suspicious. А, а! Цинь. Цинь. А твою мать. У меня это расходовалось. Цинь. 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 Дзинь. А смотри смотри ты как. А? А ты мне дашь свой цинь? Нет. У тебя еще есть цинь? Разбей мне моё цинь напополам то есть чтобы два цинь добавить? Да. У меня одного цинь много. Нет. Типа, знаешь, как из Добровяга Стреляешься и падает гильза Вот, типа так Выстрелял, гильза какая-то Или так, дзынь, дзынь Заключит хей Вот Пример, вот этот Андрюха сработает 34 года, две девочки Жена, какая-то работа Ну Учитывая, что мы с ним на равных Тяжело сказать, что он чего-то достиг То есть Больше ли у него денег, чем у меня То есть Вообще-то это не так уж и важно, но Сейчас все этим меряются Человеку, у которого нет совсем жизни Две девочки Ну, в смысле, два детей, что-то всего Значит, нет жизни Два мальчика Два мальчика Два мальчика Ну, не важно Я любовница, в этом говорю Два любовника, мальчика Два любовника, мальчика Макрю Зексон, у тебя знакомых? Вот, и Я вас спрашиваю Типа, ну, как ты, счастлив, в принципе? Вы говорите, что ему до счастья не хватает всего одного Сексом С девочками, да? С мальчиками С девочками не хватает Со всеми вообще Не хватает, ему включает дочку у нас ждет Третьего ребенка А Вот, и, как бы, когда он так говорит, ты видишь, что Его жизнь наполнена смыслом Понимаешь, что Ну, как бы Не каким-то смыслом, который можно выразить словами, я имею в виду А такой Гипотетический смысл Как бы, когда ты видишь человека, что Если он бесцельно бродит, ты видишь, что он бесцельно бродит, понимаешь? Он идет так же, как и ты Он такими же ногами шевелит Твоими же ногами шевелит Когда идет А смысл в том, что Ты видишь, что цель есть она или нет И вот он говорит, что Вот мы ждем девочку И ты понимаешь, да Блин, его путь тоже путь, блин Почему все должны пытаться захватить весь мир, да? Ну, условно говоря Не всем же это надо Кому-то И вот как понять, когда Хватит Как понять, когда остановить Хватит Насмущаешь Я могу нормально слушаться Итак, а что если Я вот сейчас так подумал Выбор Знаешь, когда я думаю о выборе У меня возникает Один фильм у меня такой Сразу в голове Промелькнул Там, где играл Нео из Матрицы Киану Ривз На гребне волны называется Или он Прилейский потуги В общем, там в конце Они как бы очень Дружились С этим парнем Но в конце он же Плохой И он такой в него целится И такой И вверх Ну вот, и он не смог выстрелить в него, потому что он в голове прокручивал, а вот я выберу сейчас по-другому, я буду героем, но я потеряю друга, а так меня посадят, но я оставлюсь как бы хорошим человеком. Да, это тоже... Тоже неплохой выбор, если боевик брать. Можно, учитывая, что у нас короткометражный трэш, наполнить его такими фишками, как бы почти в каждом кадре, чтобы был выбор, хоть какой-то. То есть, грубо говоря, если мы показываем, что он идёт, то он выбирает, как бы взять этот пистолет или какой-то во второй кабуре у него лежит. Вот, и какое-нибудь секундное промедление, и он вот этот, и всё, мрак пропал, а ещё и пули не пропадают. Это мой полник. Хочешь, я тут мактутку? Вообще классный персонаж. Прикольно, что там, ну это же Билли Хитт и Джейси Джеймс, это же одни из самых известных преступников. Да, да, да. Ты, посмотри, я ничего не показывал, Жене даже понравилось, как Брэд Питт упал. В фильме «Как русский Роберт Форд» и Джейси Джеймси. Там в самом конце Роберт Форд убивает Джейси Джеймса. Джейси Джеймс играет в Брэд Питт, он встаёт на стул, чтобы поправить картину, ему стреляют в затылок, он бьётся, например, в картину и падает со стула. Очень классный персонаж. Я такого фильма не слышал даже. А хотя бы Роберт Питт не слышал. Я тоже такого не слышал, и тоже у него нафига себе Роберт Питт не слышал. А фильм длится, то или два сорок, то или три сорок. Окей, спасибо. Но это Вестерн, да? Ну такой, он довольно нудный, на самом деле. Что я оправдываюсь? Что я оправдываюсь? Просто мне понравилось, хочется сказать, что мне понравился фильм. Вот это всё время так, мне понравился фильм. Потом кто-то смотрит, тебе понравился фильм? Нет. Ну то есть, губы говорят нормально, а что там, что говорит? Когда-то говорят, типа, её о губах говорили, да. А её... Нет, нет. Не знаю, как её язык сказал да, а её губы произнесли нет. Это было в Син-Сити, по-моему. Я не помню. Ну как, когда я смотрю фильм, и советую его Серёге, то есть ему не нравится откровенно, но он мне говорит, что это хуйня полная вообще, пиздец, блевота. Что он кровью срал. Ну то есть, нет такого, что... Ну так, ничего. Звоню тебе, прикинь. Звонит тебе, Серёга. Слушай, Жек, я кровью посрал. Он сказал, что мне фильм не понравился. То, что ты посоветовал. Вообще ебатерь. Он сказал, что я кровью посрал? Да. Итак. Я уже снялась, как раз. Снялась. Давайте... Какой жанр нам ближе? Сорушняк, да? То есть, это будет трэш-боевик. Да, я тоже об этом подумал. Я с другого ничего в принципе не могу. Нет, это может быть супер-драма. Нет, всё. Трэш-боевик это означает, что внутри будет какая-нибудь супер-драма. Да. Я боюсь, что у нас просто актёрских ресурсов не хватит, что ты делаешь супер-драму. Ну, это супер-драма, я имею в виду в формате трэш-драма. Мы наймём... Как право-зомби. Да. Я люблю тебя. Сука. Чё, чё? Я не знаю, я просто... Так, импровизируй. Я беру в забегойку пик-пал. Хе-хе-хе... И третина чашками. Хе-хе-хе... Хорошо. Это, видимо, еще право. Ну, так, трэш-боевик, итак? Ну, выбор. Как бы, мы рассматриваем то, о чём я говорил. Вот, эм... Когда остановиться, когда пойти дальше, и что меня ждет, и хочу ли я это. А как другого-то, я помню. Другого-то все равно нет. Ну, я понимаю, но вдруг, пока я говорю, вы что-то тоже придумали. Пока я ничего не придумал, я придумал только вот это вот. Но это тоже выбор. Я говорю тебе, сука. Потому что в воздух стреляет, это тоже выбор, о чем ты говорил. То есть выбор во всем. Стрелять или не стрелять. Взять пистолет или нет. Получить пистолет или нет. Только стрелять надо не в воздух, а в другого кого-нибудь. Ты такой... Я выстрелил прямо вверх. И потом такой объясняешь. Объясняешь тому, кого ты не застрелил. Блин, просто надо было в кого-то выстрелить уже. Не мог. Прям хотелось кого-то застрелить. Прямо как в этом, в КБ против пришельцев. Когда он выстрелил, он такой... Блин. А, да, да. Его там не было. Он просто такой, типа... Ну и сейчас посмотрим, кто здесь крутой. И типа такой, просто такой... И чувака ранил. Такой, блин, его штурм не было. Комедия, что ли? Да, вполне. Вполне. Вполне.